Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала «Стамбульская невеста». Не забудьте поставить лайк нашему видео. Фарук организует внеочередное собрание в компании, чтобы посмотреть, что он будет делать со всеми отделами. Хотя они и подозревают Адама, они думают, что никогда больше не смогут посмотреть ему в лицо, если будут каждый раз обвинять его и если он окажется невиновным. Адам, возможно, выступал в роли Халима перед Фикретом, которому он пришел навестить находящегося под стражей. Конечно, в данном случае виноват Фарук. Они решают, что Фикрет, который на следующий день предстанет перед судьей, отправится в тюрьму для содержания под стражей. Пока все очень растеряны и грустны, у Сюрии начинается кровотечение. Фарук немедленно отвозит жену в больницу. Они рожают преждевременно, потому что есть проблемы с сердечным ритмом. Дилара тоже на концерте и в отъезде, но приезжает сразу. Саним приходит сразу же, как только узнает эту новость. Хотя Сюрия пережила роды, ребенок находится в инкубаторе и находится в критическом состоянии. Со временем состояние малыша улучшится. Они выходят из инкубатора и вместе возвращаются домой. Все будут очень рады. Малышку они назвали Яс. Ипек, с другой стороны, считает, что Адам с самого начала вел наркобизнес, чтобы разрушить баранов. Он разговаривает с Адамом, мужчина отказывается, но Ипек все еще почти уверен, что это он. Он звонит фотографу, с которым работал раньше, и просит его проследить за Адамом. Он встречается с Адамом Гозди и фотографируется, вручая ему чек. Она всегда ходит навестить мужа в тюрьме и поддерживает его. Фаруку приходится сообщить семье плохие новости. Допрос Халима, единственного человека, которого они подозревали, был завершен, это не было связано с преступностью. Банки требуют долгов и не могут дождаться, чтобы обналичить свои ипотечные кредиты. У них есть два варианта. Они либо объявят о банкротстве и откажутся от долгов, и в этом случае они больше никогда не смогут заниматься бизнесом, либо им придется продать особняк. Эта новость потрясает Эсму, которая всю свою жизнь провела в особняке до глубины души. Господин Шахаб сходит с ума от гнева, когда узнает, что компания обанкротилась. Ипек показывает фотографии, которые держат в руках Гэжи Фарук и Эсме. Фарук оказывается с Адамом, который только что получил известие о том, что станет отцом. «Я потрачу тебя не за долг, а за брата. Ты оправдаешь моего брата, иначе я воспользуюсь тем, что имею», — говорит он. В то время как Адам теряет дар речи после слов Фарука, Дилара очень расстраивается и разочаровывается и уходит из дома. Поскольку Рейхан увидела решимость и желание Адема, которому она уже оставила шрамы в детстве, залечить эти раны и продолжить свой путь, она взяла свою обиду и гнев на его спину и ушла. Жизнь победила его, и он хотел отомстить жизни, используя сына как инструмент. Он делал это долгое время, потратив на это почти все детство и юность Адама. Но когда она поняла, что Адам оставит ее одну в этой войне, она покончила с собой, чтобы наказать Адама. Нет другого объяснения, почему она сделала это не тогда, когда ей было так больно, не когда она потеряла мужчину, которого любила, а прямо сейчас, когда Адам был так близок к исцелению, кроме ее желания заставить его страдать. Он не мог вынести, чтобы Адам отказался от своей ненависти и мести. Поскольку женщина питалась им, эти злые амбиции сохраняли ей жизнь, его жизненной мотивацией было отомстить кому-то за то, что он пострадал. Его самым важным союзником на этом пути был Адам, которого он наполнил такими же амбициями. Но когда она поняла, что Адам махнул рукой на этот вопрос, она ушла. Разумеется, Адаму в этом нечего винить. Такой болезненный шаг, чтобы заставить ее ошибаться, в то время как она пытается поступить правильно, является продуктом собственного больного разума Рыхан. Тяжелые дни на этот раз не разлучили семью Баран, как это было раньше. Конечно, если бы в тюрьме сидел Фарук, а не Фекрет, Фекрет не был бы таким сплоченным и конструктивным за спиной Фарука, мы попали в эту ситуацию из-за его амбиций. Он продолжал говорить, это другое. Но Фекрет был арестован, Фарук и Осман позаботились о семье, и Фек стояла рядом со своим мужем и семьей из-за эффекта мутации, которая произошла у нее на прошлой неделе, и они прошли это испытание вместе, рука об руку. Я бы хотел, чтобы им никогда не приходилось проходить через это, почему, почему слэш неизвестно без боли, слэш почему, почему слэш невидимо до наступления дня, звездочка, они снова победили друг друга, они помнили о важности быть семьей, братством и верностью. Конечно, они не были невеждами, но часто игнорировали это в силу своей повседневной суеты и человеческих амбиций. Когда боль от перенесенной боли и уплаченная цена пройдут, они, возможно, снова проигнорируют эти факты, и у них все еще будут споры, конфликты и ревность. Потому что существо, называемое человеком, склонно к забывчивости и неблагодарности. Но когда они соберутся вместе в конце дня, я думаю, их будут меньше волновать эти вещи, и они не позволят остатку дневных событий испортить радость момента, когда они собираются вечером за столом и разлучаются. Это банальное, но удачное заявление. Не обязательно быть родственником по крови. Каждый, кто поддерживает человека в его трудные минуты и смеется вместе с ним в его счастливые дни, является семьей. Это дает людям силы продолжать жизнь. Однако тот факт, что особняк действительно был потерян, стал большим ударом как для меня, так и для Эсмы. Я никогда не ожидал, что они соберут свои сумки и уйдут в том же разделе. Мне понравилось ощущение от сцен, где Эсма наблюдает за своей молодостью, а прошлое и настоящее идут рука об руку. Благодаря Эсме и Гарипу я уже наслаждался просмотром старой версии особняка. Но видеть особняк в таком состоянии глазами Эсмы было совсем другим удовольствием и даже болью. Может быть, я был так впечатлен тем, что недавно мне представилась возможность попрощаться с бабушкиным домом, где я провел лучшие времена своего детства, не знаю. Акции компании также снизились на фондовом рынке. Адам рассказывает своему психологу, что его мать покончила с собой. Он винит себя и баранов. Он даже не слышит, что доктор говорит о его матери и уходит. Дилара также проходит тест на беременность и рада узнать, что беременна. Бурджу отказалась от свадьбы в последнюю минуту, потому что осознала и знала, что Асман любит ее, но не влюблен, поэтому колебалась перед свадьбой и пришла позже. В каком-то смысле он перестал обманывать себя. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.